всем большой привет с вами юля и сегодня я хочу начать новый процесс это будет бисерный процесс недавно я показывала вам в покупках и подарках вот такой набор мне его подарила моя рукодельная фея еще раз хочу поблагодарить большое большое спасибо за очень приятный подарок и этот наборчик у нас идет с полной зашивкой фирма это радуга бисера размер вышивки 20 на 25 сантиметров богородица покрова почему начинаю сейчас этот процесс ну во первых он у меня был сразу запланирован моих плавных так сказать я просто не определилась когда именно я его буду начинать во вторых я знаете вот когда смотрю видео ксюши арчи ксюша тебе большой большой привет и когда она показывает свои бисерные работы необычные у нее очень интересный я всегда заряжаясь вот этой энергией этим блеском бусина бисеринок различных пайеток и мне тоже хочется сразу повышивать бисера ну а здесь тем более такая тема достойная до внимания поэтому я решила выбрать именно этот набор и вышить богородицу покрова мне есть еще несколько бисерных процессов но я думаю что этот нужно вышивать в первую очередь и сейчас я его открою и покажу содержимое данного наборчиков и так я открыла наборчик здесь у нас представлен вот такой холст нанесенным здесь рисунком схемой все очень четко хорошо все 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 видно реки не вышиваются вот используется у нас здесь 15 цветов бисера видите канва основа для вышивания разработана фирмой кроше я не знаю как называется основа не буду давать никаких пояснений присутствует иголочка для бисера также с обратной стороны это наша схема инструкция где показано как нужно пришивать бисер пояснение основные и вот самое главное что я сразу смотрела то что гладить канвуз рисунка можно только через лист пергамента или кальки при минимальной температуре вот хорошо что я сразу не бросилась гладить эту основу возможно и не обязательно ее гладить на тело сейчас на киус напы и начну приступлю к вышивке хочу показать вам бисер бисера здесь 15 цветов больше всего здесь у нас вот такого бисера золотого чтобы не шуршать бисер всегда обычно так шуршит я увеличу камеру просто буду вот так выкладывать и показывать итак я разложила весь бисер я надеюсь его видно потому что я сделала увеличение в камере чтобы показать вам цвета их не шуршать пакетиками обычно бисер очень сильно шуршит больше всего бисера здесь у нас вот такого золотого дальше этот бисер такой не с ровными краями как сказать с ровными краями не кругленькие дальше много синего синенький у нас кругленький вот такой бирюзовый вот этот бисер он идет в длинненьких таких пакетиков бирюзовый белый матовый и белый полупрозрачный если такой серебряный интересный красный дальше вот этот цвет не очень понравился называется не зумрудный красивый тоже цвет сиреневый темно-красный стальной вот такой голубенький еще оттенок сиреневого и вот такой красненький и есть еще золотые бусинки но они такого не очень какого-то качества достойного 5 штучек 2 из них приклеили с друг дружки посмотрим куда пришиваются эти бусинки видно вот вот так у меня здесь богатство уже уже прям хочется приступить открыть несколько пакетиков пересыпать бисер и приступить к вышиванию вышить пару рядков я думаю что сегодня я не смогу вышить много уделить время но хотя бы немножечко хочется поиграться с бисером также впервые я буду пользоваться вот таким органайзером для бисера от фирмы феникс это тоже моя предусмотрительная фея не прислала как он открывается ой так я нашла как открывается такой сильный магнитик очень удобно сколько у нас здесь ячеек 1 2 3 4 5 6 7 7 ячеек я думаю для начала мне хватит а сам дальше посмотрю мне тоже 10 разные хорошо закрывается очень удобно красиво мне нравится такие органайзеры хотела всегда попробовать и вот первые первые мои впечатления очень очень положительные здорово хорошо так закрывается так я сейчас приступлю к организации и обязательно вернусь покажу мои первые успехи итак моя подготовка завершена но мою основу во первых я разместила нам тянула на рамочку тарабеско у меня нашлась рамочка на 20 сантиметров и очень очень удачно работа здесь разместилась вышивать буду ниточками нашего завода греческого бабочка вот такие вот ниточки я уже ими вышивала и не очень очень плотные так покажу вот такие ниточки очень прочные не и для вышивки бисером подходят бисер мой я все-таки решила разместить вот такие ромашки мне из 2 ромашки пронумерованные по 8 ячеек каждая так как бисера здесь некоторых цветов было очень очень много я решила воспользоваться этими ромашками и открываются очень легкий доступ и хорошо защелкиваются поэтому при хранении тоже все будет замечательно вот либо такие вот у меня ромашки бисером получились ну что я отправляюсь вышивать а мои первые успехи я покажу уже завтра чтобы мне было время продвинуть немножко мою работу поэтому завтра будет еще одно включение не прощаюсь прошла у меня целая неделя и неделя у меня оказалась не вышивальной не рукодельной я на эту неделю очень рассчитывала но к сожалению нам не получилось рабочей занятой и вышивке досталось совсем совсем мало времени всего лишь несколько часиков но тем не менее хоть небольшие продвижения есть я хочу показать мои первые продвижения по бисерному набору как я уже показывал это радуга бисера да я вышиваю вот такую кону богородица покрова и хочу показать вам свои первые успехи я надеюсь у меня получится передать красоту бисера потому что как вы знаете бисер он не очень любит фотографироваться и сниматься но он очень очень красивый всегда есть и красивые переливы и вы видите сколько у меня получилось вышить здесь буквально пару вечеров небольшие продвижения вот буквально несколько рядков но тем не менее за пару вечеров я вышила вот такую вот красоту очень нежно получается и в то же время достаточно блеска мне понравилось вышивать бисером я у меня в принципе вышивать бисером и вышиваю очень очень редко и вот сейчас взявшись за работу бисером я получаю огромное удовольствие было бы побольше времени пытаюсь сейчас поворачивать работу чтобы показать вам бисеринки блеск цвет очень удачно подобраны цвета и его таблошка она совсем не передает все этой красоты расстояние как хорошо получается очень красиво очень если у меня был здесь такой момент с обувью богородицы с туфельками вот вроде бы как бы есть какой-то рисунок но я посмотрела даже на обложке ничем не вышивается никак не заполняется я вот так дома может вышить золотой ниточкой как французский узелочки или что-то или может быть это не нужно делать не знаю подскажите мне может так и должно быть не вышиваются обувь вот такая вот красота как дело у меня обстоит с бисером весь бисер не организован вот в такие мои ромашки такие ромашки но когда я вышиваю я пересыпаю по чуть-чуть основного бисера вот это сердечко некоторые цвета у меня умещаются по 20 отмечаются в одной ячейке и потихонечку я вышиваю если цвет мне уже не нужен я его убираю ячейки насыпаю другой цвет ну вот сюда насыпала синий его идет больше всего и вот такой золотой но остальные цвета по чуть-чуть и пока использую очень удобно красивое сердечко и главное мне нравится что очень хорошо закрывается вот молодцы придумали органайзер для бисера и очень очень практично вот такая у меня здесь вот такая у меня здесь красота буду я потихонечку вышивать наверное отдельных отчетов у меня по этой работе не будет а будут отчеты наверное буду вставлять отчеты в за итоге месяца и показывать как подросла работа буду потихонечку вышивать знаете как процесс по ниточке по ниточке несколько рядков в неделю и за месяц у меня будет какое-то продвижение так как у меня плавных стоит выше бисерную работу хочется 2 бисерных работ но вот буду наверное вышивать вот так как бы по чуть-чуть как процесс по ниточке по ниточке и в итоге я думаю что все у меня получится вот такие у меня здесь новости хочу сделать небольшое включение показать вам район где я живу хочу показать вам немножко наш район где я живу вот это наша церковь называется айус элифтериус святой элифтериус не знаю как точно по-русскому большая красивая церковь новая но я сейчас снимаю так сдалека чтобы показать общий план покажу какая у нас зима теплая дожди птички поют вот такой у нас парк маленький вообще с парками здесь очень плохо парк практически нет и даже хоть вот такой вот маленький вот парк это уже большая радость такой оазис среди домов улицы узкие тротуары узкие практически нет и вот хотя бы такие маленькие парки радость птички поют воробушки последнее время встречаются даже попугаи представляете вот такой вот у нас райончик такие вот у нас дома и многоэтажки покажу вам церковь сейчас поближе ну вот я перешла дорогу хочу вам показать нашу церковь поближе церковь новая большая красивая очень все сделано аккуратно внутрь я заходить не буду но вот так покажу вокруг церкви тоже небольшое есть пространство покажу вот наши мандарины мандарины вы в афинах и вообще в греции можете найти абсолютно как бы практически везде очень часто высаживают для красоты мандарины но они не привиты и несъедобные очень кислые горки и много косточек а плодами стоит два раза в год вот сейчас у них сезон сейчас начнется это падать сыпаться будут мешками собирать эти мандарины но когда цветут все вокруг просто благоухает запахами ароматами это очень-очень не только красиво но и очень как бы атмосферно когда есть вокруг деревья мандарин они такие вот маленькие деревца их обрезают не дают им расти высоко вот такие вот мандаринки представляете очень красиво на меня люди смотрят что мандарины фотографируют ну ладно я все-таки немножко стесняшка мне неудобно когда на меня пристально смотрят когда фотографирую снимаю тем более для греков это очень как бы необычно понимаете что здесь мандаринами никого не удивишь такая красивая церковь еще с буквам покажу вот колокольня покажу вам ну вот эту улицу это не моя улица мы просто пройдемся здесь потому что здесь красивые мандариновые деревья я кстати иду на почту отправлять посылку и получать посылку вот сегодня такая погода теплая где-то плюс 14 плюс 15 ну дождик прошел возможно будет еще дождь очень тепло вот такая вот у нас зима как я говорила если опустится до плюс 6 плюс 8 очень холодно так плюс 10 плюс 13 тоже возле церкви такой маленький парк симпатичный сосны у нас вот такие везде красивые вот отличие сосны в греции от наших то что здесь они более приземистые и такие пушистые наши сосны очень высокие цвета не хватает они тянутся это высокая сосна и их видите не обрезали обычных вот подрезают что нибудь как прогулка давно не снимал таких видео детский садик вообще ни в школах ни в садах здесь отопление не приспособлено и с этим все очень плохо поэтому если вдруг до нуля опустится температура весь конечно людей наступает шок вот отопление у нас на многоэтажку каждый многоэтажка складывается закупает дизель весь старая система старой многоэтажки на дизеле а в новых многоэтажках районах проводят газ чтобы было каждого свое отопление на квартиру а когда многоэтажка на дизель включает вечером с шести обычно до десяти до одиннадцати протопить ну чтобы когда люди с работы были дома прогреться а те кто не работают должны находить работу чтобы не мерзнуть дома вот так такой вот у нас райончик простенький показала вам немножко поболтали я пришла уже к тайне метро это электричка у нас здесь я уже уезжаю всем пока